Привет, друзья! У нас в рамках Canon Road Show в Ростове-на-Дону есть в руках первый-единственный образец нового объектива 85.1.4 У него есть стабилизатор Есть мой старенький 85.1, с которым мы сравним Он 1.2 и без таба У нас есть 6D Mark II и 5D Mark IV Сейчас мы все попробуем, сравним и сделаем все это на нашей прекрасной Яне Так, Ян, ты готова? Мы сейчас попробуем использовать свет от фонаря и бокешечки на том фонарике Ставим одинаковые настройки на обоих фотоаппаратах Сейчас мы посмотрим, что это такое Начнем, наверное, с уверенной такой диафрагмы, на которой работает 85, это двоечка Потом попробуем еще на 1.2 Не, на 1.4 у нас 1.4 максимально открытая на новом ИСа 5000 у нас сейчас Угу, хорошо Яночка, попробуй бочком Слишком плотновато получается здесь, блин, по расстоянию О, супер, отлично, молодец я Угу Так, это все на двоечке диафрагме О, нет, носик ниже, ниже, ниже Задрала сильно Угу И теперь еще попробуем перекручиваем на 1.4 1.4 Угу Так, ага Ммм, классно Давай еще волосиков на одну сторону лица Сюда? Да, ну прикрой один глаз Угу Да, хорошо, выше носик Угу Сравним с первой версией 85-го с теми же настроечками Плюс-минус сейчас авто ИСО стоит Так, ага Хорошо Так, мне не нравится кадрирование Но не могу отойти дальше Потому что в спину упирается забор А Яночка дальше не может уйти Потому что свет у нас именно здесь Ну, к черту Правильность кадрирования Ааа Не, Яночка, отвернись лучше? А, да, угу О, супер Ага, еще носиком доверни к свету Угу Хорошо, это все тоже 1.4 было И теперь переходим на Двоечку Угу Да, хорошо Давай попробуем уйти от света Посмотрим, что при этом будет Уходи от меня Уходи прямо по дорожке Уходи Я тебе скажу Стой, стой, остановись Угу Так, может куда-нибудь туда на подоконник поставить свет? Наш Точно Получается? Да, ты вообще огонь Сейчас попробуем пристроить Да, тут покатый такой подоконник И что-то еще нам дали сильно бэушный свет Так Ага Попробую под этот свет подстроиться Посмотри туда на светильник Угу Да Чуть-чуть еще доверни носик туда дальше от меня Ага Попробуй шаг назад сделать Угу Яночка, еще потихонечку Полшага назад от меня делай Угу Да, отлично Так Точка фокусировки сдвинута с центральной Так, чтобы точно попадала на личика Так, и все-таки мы сможем посмотреть, что у нас получается Подождите, идет запись И еще я теперь подойду Угу Да, отлично Блин, какая-то красотка Ага Да, давай так же с улыбочкой, с зубками Отлично, да К свету Супер Хорошо Давай Слушай, ну тут да На самом деле Темно Сейчас свет еле-еле попадает скользь И при этом Вроде бы как уверенно фокусируется Нет Тупников каких-то Сейчас я быстро попробую на фон На нее Так, сейчас тупит у нас флешка Подождать надо записывается флешечка Угу Да, классно И попробуем на абсолютно открытой диафрагме На 1.4 Угу Кайфово Сейчас еще более далекий Пускай летят волосы Пускай, не поправляй пока Угу И сейчас крупный такой с ветерком Да Прямо сюда в камеру Посмотри сейчас, пожалуйста Дыши ротиком Пускай чуть-чуть приоткрытой Губкой будут Угу Вот сейчас против света В темноте Он уже не хочет фокусироваться Но условия Очень-очень Не очень Угу И сейчас все то же самое Отснимем на шестерку фотоаппаратик И это Хочется сравнить шестерка с Mark IV Не намного ли она будет ущербнее Если, например, рассматривать Как я сейчас рассматриваю В качестве второго фотоаппарата Так, ставим все те же самые настройки Пока максимально сразу открытую диафрагму Авто Иса у нас авто Так Угу И почему-то она пишет сразу busy И не хочет запускаться Не, нормально, нормально Хорошо Иса Авто Угу Вообще классный Фотоаппарат мне уже нравится Да, отлично Чуть-чуть ближе к свету подойди теперь А то машина там встала Ага И сравним Это максимально открытая диафрагма 1,4 Угу Давай ноги Ножки примерно вот так Как он пазырик пришел Да-да-да, вот так Ага И сторону света посмотри, пожалуйста Угу Так Ну, за нами уже пришли Пришли забирать технику, да? Еще-еще На свет посмотри, пожалуйста Да, вообще Слушай, ты огонь Ам Сейчас-сейчас Да Почему-то не смещается Почему у меня не получается сместить точку фокусировки? Должен просто писать с вебетом А, вот Угу Класс И И еще на меня Посмотри, пожалуйста С подлобья чуть-чуть опустее ниже подбородочка Еще максимально Опускай, пускай Так Ну Фокусировка и на шестерке очень уверенно срабатывает Несмотря на сложные условия света Не хватает кольца быстрого перемещения Чтобы По точкам фокусировки делалось Так, ну Как и на пятаке Само собой В контровом В темноте Фокусируется не уверенно Но тем не менее Классно Ага Так И где тут кнопка просмотра? Так 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 Так, так, так Карта памяти медленная что ли Или что? Огонь Блядь, что получается Баланс белого Не пойму Какой здесь стоит Я, по-моему, его не выставил просто Так О, вот так Сенсорные дисплеи Сейчас, конечно, нам очень радуют Даже на шестерке Он есть И еще Яночка, пожалуйста Сторону света обернись Да, вот так Отлично У тебя и профиль шикарный просто Да, отлично Угу Подсветился оранжевый свет Так Угу Че, знаешь, самодельно Прокормить его прям Да, клевенько Так И еще сюда Иди Прямо на меня иди Так Так Так, так Флешка подтупливает Вот фотик не тормозит Как тормозит флешка Угу Офигенно Так Ну В плане Ощущения Фотик огонь Не хватает некоторых кнопок Я не вижу А, вот Нет Баланс белого я не вижу Ой, извините Настрой баланса белого я не вижу Скорее всего, это делается в меню И Это вот Не очень удобно Не очень удобно Но Мне кажется, это вообще мелочи Я думал, что лучше Угу И еще Прям низко-низко Пусти голову Сподлобья Еще чуть-чуть Угу Да, отлично И последний Сейчас Прям совсем последний Так, отлично Кайфово Так И сейчас попробуем На двоечку Теперь Это все на открытых Дегефрагмах Было Угу Кайф Угу Так, еще огонь Что есть Поворотный экранчик И вот сейчас Мне хочется Забраться повыше Я обычно Лазю по Подоконникам И по стульям А здесь можно Сделать вот так Вот И верхний ракурс У нас без Подручных Всяких штуковин Которых Полевых 1.4 Он со стабом Да Вот это Кайф Сейчас еще Он со стабом Я взял А он Короче Это картинка Ну Кайф И Вот эта вот Фокусировка Как на айфонах На телефонах На смартфонах По Стром низ Так Ага Так А попробуем еще Драйв Так Знаешь там технику Складывать Все я понял Сейчас Давай серийную съемку Проверим Попробую чуть-чуть Крутануться На месте Прям Да Можно волосами Чуть-чуть По На экранчик Сейчас Хорошо Почему Потому что Я вне А он тупит Сейчас 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 Ян Давай Давай Сейчас Сейчас Держи фокус Ага Погнали Раз Два Три Так Ну нет На такой флешке Проверять нельзя Посмотрим Все что Получилось Время ограничено У нас По Съемке Но думаю Уже можно будет Выводы сделать Так Ну что Прошло Некоторое Время Пока Я добрался Наконец-таки До этой Съемочки И Посмотрим Что у нас Получилось Сначала Мы снимали На 5D Марк 4 85 1.2 Старенький Объектив Он здесь Определился Почему-то Второй версии На самом деле Она первая Версия Не знаю Почему Так 85 Ну и Просмотрим В целом Здесь На 1.4 Снимал Ну такой Мягенький Фокус Мягенький Мягенький Вроде бы Как и Фокус И есть Но он Такой Мягкий Конечно Условия по свету Были очень Жесткие Высокие ИС Лампочки Такие Смешанного Цвета Какого-то Желтого Зеленого То ли Луминесцент То ли Светодиодные Скорее всего Луминесцентные Ну Вроде бы Как фокус Есть Но где-то Рядышком Где-то Мягенький Такой Вот Это все Было А Уже Двоечка Двоечка Чуть Порезче Стала Вот Двоечка На двойке Я снимаю Нормально Снимаю Но Покупая Объектив 1.2 И снимать На двойке Это так Очень Конечно Так Ну и Посмотрим Теперь 85 1.4 Со стабилизатором Это новейший Объектив Каноновский Который Когда привезли На Канон Ротшоу Сказали Что это Единственный Пока Экземпляр В России Который Вот мы Юзали Здесь Здесь Сразу Резкость Вау Так ИСА6400 Шумок Есть Но Лайтрум С ним Справится Здесь Шевеленка Здесь Резкость Это Двойка Диафрагма 2 Шевеленка Красивенькая Бакешечка Прям Прям Вот Вот Уже 1.4 Смотрите Какие Лепестки Какие Странные Такие Интересные Посмотрим Что по Резкости На 1.4 Так Где-то Рядышком Где-то Рядышком Вот Резкость Шевеленка Модели Опять Модель Шевелится Вот Резкость Хорошая Такая Резкость 5D Mark 4 Чуть Больше 30 Мегапикселей Хорошо Приближается Почти Месяц Назад Это Снимали Вот 25 Числа Прошлого Месяца Резкость Хорошенькая Это 1.4 Самая Открытая Диафрагма Конечно По сравнению С 1.2 Моим Стареньким Это Очень Хорошо Так Ну и Что Дальше Ну Прям Прям Вообще Красота Так А ну Каж Аж Интересно Причем Фокусируется Практически Без Затруднений Несмотря На то Что Иса 10 Тысяч Поднималась Из-за То Что Света Очень Мало Темно Уже Было И Шум Есть Но Такой Марка 4 Хороший Шум Красивенький Вот Вот Самые Сложные Условия По Свету Свет Прям В камеру Контровой Цепляется Фокус На 1.4 Очень Хорошо Цепляется Здесь Крупные Портретики Вот Здесь Резкость На носик Попала Вот Ну Супер Круто Конечно Вообще В таких Жестких Условиях Здесь Вообще Фокусироваться Не на что На губу Сфокусировался И все Попало Супер Чуть Чуть Легче Условия Вообще Идеально Сфокусировался Так Ну И Самое Интересное Для меня Это 6D Mark 2 Почему Интересно Потому что У меня Сейчас 5D Mark 4 И Я сейчас Хочу Продать Свои 2 5D Mark 3 2 Тушки И Купить То ли Такой же Точно 5D Mark 4 То ли 6D Mark 2 И Вот Я Выбираю Почему Вообще Идеально Конечно Две Камеры Абсолютно Одинаковые Иметь Но Мне Нравится У 6D Mark 4 Поворотный Дисплей И Есть Стабилизация При съемке Видео Мне Как Влогеру Блогеру Это Очень Было Полезно Именно Поворотный Экран В режиме Селфи Снимать И Еще Стабилизация Изображения Есть Это Очень Круто Вот Поэтому Я Сомневаюсь И Никак Не Могу Решиться То ли 2 Фотоаппарата Абсолютно Одинаковых Для удобства Фотографирования Мероприятий Свадьбы Репортажи На Одном Там 85 Висит На Другом Ширик К примеру Кстати Теперь Я Уже Задумался И 85 Поменять Может Быть На 85 1 4 Подождать Когда Он В Свободной Продаже Попадет Вот Не знаю Надо Подумать И Главное Решить Сейчас Какую Тушку Я Куплю 6D Mark 2 Или 5D Mark 4 В Качестве Второй Камеры Вот Не знаю И так Переходим К просмотру 6D Mark 2 Новая Камера Что у нас Здесь Я с одним Объективом Ее Только Юзал С 85 1.4 Сразу Диафрагма Максимально Открытая 1.4 Резкость Есть Контровая Засветка Идет Здесь У нас Леппанель Конечно Подсвечивает Резкость Есть Вот Она Есть Здесь Совсем Контровая Промах На месте На месте Иса 2500 Я все эти И рафки И джипешки Могу скинуть На облако Да Залью Я его На облако В Описании Под видео Будет Ссылочка И Можно Будет Покрутить Поковырять На свое Усмотрение Сравнивайте Если Вам Это Интересно Ну По-моему По-моему Идеально В таких То Условиях И Справляется Сейчас Попробуем Например Покрутить Уберем Чуть-чуть С шумом Поборемся Чуть-чуть Резкости Прибавим Вот Чуть-чуть С желтым Поборемся Чуть-чуть С пересветами Поборемся Ну и посмотрим Что получилось Чуть-чуть Еще Холоднее Попробуем Сделать Чуть-чуть Поднимем Вот так Можно Немного Теплоты Добавить Такой Света Чуть-чуть Холода Добавить Поднять Чуть-чуть Тени Чуть Добавить Объемчику Это 6D Mark II Супер Давайте Посмотрим Дальше Были Сложные Условия Против Света Попадает В резкость На 1.4 Попадает Супер Ну что Друзья Я Все так же В замешательстве Я не знаю Что брать Потому что 6D Mark II Он и легче Питака То есть Куда-то Взять с собой В путешествия Куда-нибудь Просто выйти Там С ним Ну Он легче Легче Поворотный Дисплей Чик Видео Все дела Он классный Фотоаппарат В общем Все Все подряд Я специально Не буду браковать Все подряд Сливаю Раф И джиппешки И можете Покрутить Посмотреть И мне очень важно Ваше мнение Что бы вы Выбрали В качестве Второго Фотоаппарата Точно Такой же 5D Mark IV Или Все таки 6D Mark II Для того Чтобы Выбежать С одной Камерой Можно было Легко Для съемки Видео Очень классная Камера Ну что Попробую Еще потягать Эту картинку Поведим Ее Я люблю Такие Тепленькие Красненькие Но Без Желтушности Так И Лишние Текаем Оранжевые Прибираем Ну По-моему Отлично Супер Так Ну что Будем дальше Думать Что Взять Надеюсь На вашу помощь По стоимости На данный момент 6D Mark II Стоит Порядка 120 тысяч И 5D Mark IV Порядка 170 тысяч Ну то есть 50 тысяч Разницы Есть Я жду Вашего мнения Ваших Комментариев Пишите Ваши Рекомендации Ваши мысли И доводы Почему именно 5D Mark IV Взять Или 6D Mark II Взять В описании Будет Ссылка Для скачивания Этих Кадриков Всех Подряд И До новых встреч Ставьте лайки Подписывайтесь Впереди нас ждет Тест Fuji Я уже Его записал Express Тест И в одном Из следующих Видео Мы его Посмотрим Все Спасибо За внимание Пока До новых встреч Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров